Коллеги также по готовности продолжаем. Продолжаем пресс-конференцию. На наши вопросы готовы ответить исполняющие обязанности главного тренера СК Хабаровск, Алексей Николаевич Поддубский. Алексей Николаевич, Ваши комментарии по игре. Ну что тут говорить. Спасибо ребятам, что они проявили характер. Знаете, недопустимо так начинать матч, давая фору соперникам 2-0. Такие детские ошибки в обороне, недопустимо еще раз. И сколько у нас? 19 ударов было. Там створ сколько? У соперника 3 удара пропускать 2 гола. Еще раз говорю, так в обороне играть нельзя, но за 2 дня что-то поправить тяжело. Хотя, говорю, при счете 2-0 мы могли рассыпаться, расклеиться. Но еще раз говорю, ребятам спасибо. Довели матч до какого-то положительного результата 2-2 все равно очков в копилку. работы много. Кто там исполняющий? Поэтому если руководство доверит, будем исправлять эти ошибки. Да, пожалуйста. Артем Терентьев, спортс. Как сказывается ситуация, что команда Рудина пока играть в домашний матч и здесь физически, психологически, ментально, в бытовом плане? Ну, я скажу больше в психологическом плане. Потому что домашние стены не всегда помогают. У нас ребята живут в одном месте и уже это предается. Ну, знаете, как сказать, чем хуже, тем лучше. Тяжело, но вы видели, все равно ребята хотели. В атаке неплохо сыграли. Но, оказывается, два гола маловато, чтобы победить. Есть ли какие-то сроки по тому, когда дома, может быть, ну, сдавался дата 19 октября, это будет еще ориентировочный? Вы также знаете, как и я. Если такие, значит, такие сроки ориентировочного 19 октября. Как это сказывается в бытовом плане важная семья, дети? Сейчас вы уже знаете как в наватку, на 3-4 недели? Ну, получается, да, у нас уже третий месяц пошел. Это, в каком-то образе, это вахта. То есть, ты три месяца не видел семью? Нет. Если быть точным, два месяца и три дня. Но жизнь такая, футбольная. Не мы владеем ситуацией, получается, ситуация, что нет родного поля. Но руководство еще раз делает все возможное, чтобы быстрее играть на домашней арене. А как жена реагирует? Она вас не видела два месяца. И что? Ну, связь же есть, никто не отменял. Есть еще в WhatsApp на видео стоишь и можно увидеть. Отличается как и тренировочный цикл, потому что одно дело, когда такое большое количество перелетов, сейчас перелетов меньше. не отличается. Больше нагрузки идет. То есть меньше воздействия? Нет, между циклами, недельными циклами больше грузим. Потому что у нас, если летать на Дальний Восток, там надо мягко подходить, когда-то отпустить, когда-то нагрузить. Здесь перелетов особых нет, поэтому нагружаем. А с перелетом опасно нагружать, потому что это восстановление, травма или физическое состояние? Физическое, понимаете, это перелет тоже какая-то в каком-то образе нагрузка. Такой еще вопрос. Ну, я бы спрашивал у вас про семью. В этой команде нет вообще Дальневосточника. Вот вы как воспитанник Хабаровского футбола что вы видите? Об этом, что нет Дальневосточника? Ну да, ну даже, не только Хабаровский, а просто Дальневосточник. Ну, это проблема. Я считаю, это проблема. Но если приезжие лучше Дальневосточника, мы же не будем наберем команду Дальневосточников и с ней играть. Значит, приезжие игроки лучше. Я считаю, что у нас хорошая команда. Да, надо ломать психологию. Игра дается все хорошо сегодня играли. Но, говорю, к сожалению, еще результат есть. Если бы давали очки за хорошую игру, я думаю, у нас бы было три очка сегодня. Ну, наверное, как вы знаете молодежь, южный футбол, Хабаровск? где ребята, которые могли бы брать, например, в центре защиты? Ребята в центре защиты? Например, в любую позицию. Где у нас? Ну, у нас есть вторая команда, понимаете, там большинство дальневосточников. Вот они там себя должны проявлять. Они играют во второй лиге. Если кто-то окрепнет, то, пожалуйста, дверью всегда открыт в основной команде. Все зависит только от них. Для этого и была сделана команда вторая, чтобы в ней молодежь обкатывать. Видите, нужно одного-двух человек, которые могли бы в перспективе открыть. Ну, сейчас не всегда получается смотреть игры второй команды, но мы на связи с тренерским штабом, поэтому, как кто-то проявит себя, добро пожаловать. Завершающее. Как вам кажется, ну, опять вот, к слову о том, что нет хабаровчан, насколько нужно тогда условно, насколько необходим командовать, например, защитник из Македона? Потому что, я даже не прокачиваю, просто нет такого, что он занимает действительно место парню, который мог бы год пообтесаться. А кто сейчас тренерскому штабу дает время, чтобы он обтесался? У нас сейчас результат превыше всего. У нас же также меня могут через пару туров убрать. Поэтому рисковать кто-то... Но я понимаю, что тренер уже с собранным чемоданом приходит на эту должность. И так вот обкатать его результата не будет. временно если был полный карбанш, чтобы его обкатывать, тогда да. После итоговая последняя вот а какой перед вами сейчас задача? Пока мы в роли исполняющего, но задача та же, то есть максимально быть выше или даже есть конкретная задача, не знаю, попасть очки брать. Для начала надо каждый матч выиграть. К сожалению, сегодня не получилось, но самоотдача сегодня присутствовала. Команда не развалилась при счете 0-2. За это я много гадает. Спасибо тебе. Алексей Николаевич, Вы сказали, очень короткий срок был для подготовки к этому матчу у Вас, но все-таки на что Вы сделали упор? Это психология, тактика в плане психологии может быть наоборот раскрепостить или добавить какого-то энергии, драйва. На что Вы делали упор? В обороне пытался наладить, чтобы они играли. Понадежнее, к сожалению, не получилось. Но и в атаке раскрепощение. Устроить только ответ. Вполне и на что планируете сейчас делать упор? Какую пищу для размышлений дала эта игра? Ну, еще раз говорю, повторюсь, наверное, то, что в обороне сыграли начало матча. Начало матча. Сыграли безобразно. Ну, разберем эту игру до следующей игры у нас недельными по циклу. Поэтому кто действовал неправильно, кто правильно. Эти ошибки надо устранять. Еще вопросы? Коллеги, если нет вопросов, Артем Николаевич отпускаем. Все, спасибо. на сегодняшний день. Спасибо за субтитры Алексею,